Здравствуйте, в эфире Акцент. У нас в гостях глава Эгинского наследия Верхоянского района Бурцев Виктор Анатольевич. Виктор Анатольевич, темой сегодняшнего нашего разговора станет улучшение благосостояния северян, какие вот меры принимают местные власти. И в связи с этим 29 марта проводится у нас съезд Совета Муниципальных Образований. Вот на ваш взгляд, какой вопрос надо решать в северных районах в первую очередь? Здравствуйте. В первую очередь хотелось бы сказать о том, что мы от этого съезда, мы северяне, ждем очень многого в связи с открытием, созданием нового министерства, то есть Министерства развития Арктики. Хотелось бы сказать, что в некоторых большинствах, скажем, в министерствах проводимых грантов, субсидий, конкурсов, не всегда учитываются особенности, скажем, климатические, географические особенности наших районов. Очень труднодоступны есть наследия, куда невозможно летом добраться. Я согласен с вами. Там, например, летом, вот именно в моем поселении летом мы добираемся только на моторных лодках и случай от случай вот на вертолете. А зимой чисто вот по автозимнику. И таких наследов по северным районам очень много. И хотелось бы, чтобы правительство, наши чиновники обратили внимание на именно транспортную логистику, на географические особенности, к климатическим особенностям. И если есть возможность отработать механизм именно в проводимых конкурсах, грантах, обеспечить именно отдельные главы именно для северных арктических районов. Вот тогда вот действительно мы, северяне, получим реальную помощь. Всегда говорят, иногда вот мы слышим от северяне, что мы, северяне, у нас очень много дотаций, у нас очень много субвенций, там, помощи. Но если вот реально там прожить месяц, то уже такого суждения не будет у человека. Потому что у нас цены, во-первых, на продовольствие очень большие, разнятся на бензин. Например, в городе Якутске, я как понял, литр бензина стоит 54-80 рублей. А у нас в Верхоянском районе, да, вот получается около 70 рублей. Вот, чувствуется разница. И как бы, вроде бы зарплаты есть, но в соотношении с ценами, вот на продовольствие, на топливо, у нас как бы, мы все равно остаемся в минусе. И хотелось бы как-то тоже пожелать нашим чиновникам, правительству, чтобы они как-то регулировали вот наши цены. Да, у меня вот еще такой вопрос, да, но все-таки есть, конечно, большие проблемы там на севере, да, но тоже надо даже в то же время решать проблемы и на местах, вот, тоже благосостояние, комфорт жителей, да, вот. Ваш наследок, он участвует в программе поддержки местных инициатив? Мы очень благодарны вот министерству финансов за то, что вот они предоставили нам возможность вот участвовать именно в таких, ну, в созданной программе, вот, потому что благодаря вот этой программе большинство северян, северных поселений, так скажем, претворили в жизнь вот свои проекты, планы. Вот, исходя из статистики, давайте скажем, что в 2018 году, в прошлом году участвовало так 102 проекта именно вот северных поселений, из них выиграло 82 проекта. В этом году из, ну, из 416 выигранных проектов на северное поселение переходится 64 поселения, вот, то есть уменьшение есть, но это, как так скажем, обусловлено за тем, что в прошлом году у нас как бы был отдельный механизм, то есть для северных районов предусматривался полтора миллиона рублей, плюс софинансирование с местного бюджета и плюс софинансирование с местного населения. Вот, в этом году почему-то вот убрали этот механизм, вот, отдельный главу вот для северных районов, вместо этого разделили вот по численности населенных пунктов, то есть до 500 человек в населенном пункте, там проект должен быть на 500 тысяч, вот, и получается до тысячи, там миллион, и дальше вот свыше тысячи человек уже по полтора миллиона, да, вот, и если, опять же, вернуться к статистике, вот, так вышесказанному, вот, из 64, вот, выигранных северянами проектов, 31 поселение получило бы по 500 тысяч, ну, это тоже, скажем, смотря на наши, вот, трудные, ну, трудно-транспортную логистику, трудно-транспортную логистику, да, это очень мизерная сумма, потому что вот один рейс у нас, вот, получается, один рейс стоит от 350 до 500 тысяч рублей. Ну, это с грузом имеется? Это с грузом, да. Вот, и получается, вот эта сумма вообще ни к чему не приводит. Опять же, если вернуться к статистике, то в этом году, вот, в 2019 году, вот, северные районы поселения, получается, будут осваивать около 50 миллионов рублей, что три раза меньше, чем в прошлом году. В 2018 году, когда, вот, был механизм, вот, отдельных, для отдельных северных арктических районов, там выиграл, как я уже сказал, 82 проекта, и более, на сумму более 120 миллионов рублей. Вот, чувствуется разница, да? Вот, и, в основном, первые три, вот, основных самых, как бы, проекта, которые выдвигают наше поселение, это водоснабжение, благоустройство территорий и благоустройство спортивных площадок. Вот, вот, это самая наиболее, вот, актуальная для нас сейчас тема, вот. В прошлом году, вот, мой наследник участвовал с проектом ремонта дороги, который в 2015 году размыло наводнением, вот, и в четырех местах у нас образовались и ямы большие, вот, где должны были отремонтировать мосты, вот. Вот, и с помощью вот этой программы мы все отремонтировали, сейчас уже имеем доступ к реке Батантай, вот. И этим сейчас пользуемся не только мы, вот, Эйгинский наследие, да, и там у нас, это, с Булунского района, вот, по этой дороге переезжают, вот, да. Бывает иногда, вот, с Верхнего, Эйвена-Батантайского района, вот. И в этом году мы, как по голосованию населения, вот, выбрали проект из пяти проектов, оставили три проекта, потом из трех проектов мы выбрали закупка материалов для проведения летнего водопровода. Вот у меня еще один такой вопрос есть. Дело в том, что у нас в Якутии, ну, достаточно это проблемный вопрос, это проблема безработицы. И, прежде всего, речь идет о северных территориях Якутии. Вот, ваш, не знаю, район, наверное, или на СТЕК даже, как вот, как глава, да, вы участвуете в программе местных кадров промышленности, вот, или какие-то, может, у вас есть планы по этому поводу? Что у вас там вообще, вот, какая ситуация? Ну, на данный момент у нас в районе сейчас отрабатываются, вот, вопрос, эти именно, вот, вопросы, связанные с местной безработицей, вот, с компаниями «Полиметалл» и «Прогноз». Они в верховьях, вот, реки Сартан, они там начали разработки. Вот сейчас вот с помощью администрации района, главы района, вот, проводятся работы именно, вот, привлечения местного населения именно в эти работы. Вот, и так как нашим, опять же, трудно, вот, тем более безработным трудно выезжать в те же Нейрингере, вот, на обучение, там, тот же Мирный, вот. И поэтому очень хорошо, что вот именно наш район, вот, район наш привлек вот именно такие компании, большие компании, как вот «Полиметалл» «Прогноз». Ну, понимаем, что будут вставать экологические вопросы, но все-таки нужно же идти в ногу со временем, и, как бы, производство-то, без производства все равно, вот, как-то, роста экономики не будет. Да, благосостояния не будет. Ну, Виктор Анатольевич, спасибо, что пришли к нам в студию. Это была передача «Акцент». До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!